Меня зовут Аня, я 5 лет работаю тимлидом в компании Tech3D, я сейчас являюсь Head of Web. По сути, по душе я бэкэндер. Я очень люблю бэкэнд-разработку, масштабирование и много страшных и не очень слов. Я получаю большое удовольствие от построения сложных систем, которые связывают не только реализацию фичи на уровне Ruby кода, но и всю сервер-сайт инфраструктуру. У нас нет понятия DevOps и SRE, у нас есть бэкэнд-разработчики, в обязанности которых входят SRE и последующее сопровождение фичи на железе, и работа с граничными случаями и критическими ситуациями. Вот. Я... Так, поднимите руку, кто слышал про сюрприз, который я приготовила. Так, не так много. Короче, я начну с сюрприза. Докер будет, но чуть позже. Значит, все мы читаем новости. Новости по Ruby, по разработке в принципе, какие-то новые книжки читаем, читаем их по-разному. Кто-то использует, как я, сервис IFTTT и с разных источников сгружает информацию себе куда-либо. Я экспериментировала с почтой, я экспериментировала с Покетом. Да, все знают, что такое IFTTT? Кто знает? Так, ага. Сервис IFTTT – это такой сервис, который позволяет вам связать два разных сервиса между собой. Например, если пришел новый пост в рассылке, отправьте мне, пожалуйста, сообщение на вот этот ящик. Или положите мне эту статейку в Покет. Штука удобная. Так вот. Экспериментировала я с этим в течение трех-пяти лет последних. Что я только не делала. Мне все равно неудобно. Мой последний эксперимент был это сгружать все рассылки, на которые я подписан на новостные статьи. Может быть, где-то напрямую подписывалась в почту, но все валилось на них в почту. Вот. Знаете, как это работало? Вот, значит, мое замечательное скриншот с моего телефона. Стоит мне отлучиться на пару дней и не считать, у меня там раз – сто пятьдесят два. Если вдруг меня нету несколько дней, оно начинает размножаться активно, и в итоге это заканчивается какими-то страшными историями, которые, естественно, я не пойду читать уже в таком количестве. Так вот. Хотелось этого избежать. И также было несколько проблем, о которых я сейчас расскажу. Значит, первая проблема – это уникальность новостей. Когда мы подписаны на несколько сервисов, новости получаются неуникальные. Может оказаться так, что одни и те же посты встречаются в нескольких… Вот, да. Встречаются в нескольких агрегаторах, и вот то количество постов, 160 – это на самом деле не 160 ценного контента, а ценного контента там меньше, потому что есть дубли. Есть также вторая проблема со всеми вашими подписками. Есть новости, которые вам не интересны, которые вам не хочется считать. В моем случае было неудобно. Неудобно было работать, потому что оно загружалось мне в почту, и мне нужно было совершить действие, чтобы отметить новость как ту, которую я не буду читать. Проигнорировать, удалить, пометить как прочитанное. В общем, у каждого свое. Расскажу на примере Jekyll. Ничего не имею про Jekyll. Давно известно, что это потрясающий генератор статических сайтов, с помощью которого вы можете на Rubin написать код, который будет няшно и замечательно отображаться в виде скомпилированного HTML-кода с каким-то CSS и JavaScript. Но я про него знаю. Я не хочу получать новости о нем по нескольку раз в месяц. Вот тут, если посмотрите, в мае я получила раз, два, три, четыре, пять постов про то, что в Jekyll появились какие-то фичи. Мне, если понадобится когда-нибудь в жизни статический генератор сайтов, я пойду его почитаю. На данный момент мне не нужно. Так вот, я серьезно задумывалась о том, как решать этот вопрос, что мне с этим делать и как сделать так, чтобы было клево в первую очередь мне. Потому что контента у меня много, контент интересный, я сама получаю удовольствие от его прочтения. Он просто позволяет мне оставаться в теме. И мне очень хотелось сделать так, чтобы мне самой было удобно. Вы первые, с кем я делюсь этим. Я запустила Telegram-канал, в котором мы подключим Telegram-бот. В котором есть контент, который я в первую очередь считаю, это контент, который мне интересен, который мне позволяет быть в теме. Этот контент уникален. То есть дублей там не будет. Этот контент релевантен. По крайней мере мне, как рубер-разработчику в первую очередь, он мне интересен. И я его также считаю наравне со всеми подписчиками. И рассылка приходит каждый день утром. Мне классно проснуться и утром, пока я еще не пришла на работу, сесть и прочесть, что уже нового и актуального сегодня есть. Чего не будет завтра, послезавтра, что появится. Мне не интересно получать этот контент в течение рабочего дня. Я работаю. Мне не нужно отвлекаться. Поэтому я для себя выбрала такой формат. Подписывайтесь. Это и есть мой сюрприз. А теперь возвращаемся к докеру и использованию GPU. Как мы накатились до жизни такой? Наша команда RDEK 3D занимается производством 3D-сканеров и также производит софт для обработки 3D-моделей. 3D-модели и 3D-сканирование примерно равно огромные гигабайты данных, сложные алгоритмы процессинга и почти всегда GPU. Собственно, так мы и оказались там. Я сегодня расскажу, зачем мы использовали GPU вместе с докером, как выглядело конечное решение, какие бонусы я получила, используя докер как external DSL, какие сложности были, как мы их отчаянно решали, и как, собственно, использовать докер GPU, чтобы было не больно и удобно. Немного контекста. Фича, о которой пойдет речь, она была добавлена в проект кабина. Это такая кабина 3х3 для сканирования человеческого тела. Человек заходит, 12 секунд проходит, и он полностью отсканирован. Мы запустили этот продукт порядка четырех лет назад. Он менялся на уровне железа. Там четыре наших сканера. Ну, собственно, весь продакшен, он тоже наш. Проект обрастал фичами. Мы сильно раза в четыре улучшили качество модели. Мы сократили время сканирования до 12 секунд с порядка минуты и увеличили пропускную способность раз в пять. Такие кабины стоят в некоторых мовах в некоторых странах. То есть у нас их купили, купили хорошо, и это потрясающий инструмент для привлечения внимания как минимум. Также он может быть использован в сервисах типа e-commerce и в спортивной медицине. Так кабина выглядит в реальности. Так вот. Оказалось, что компания Artek ведет партнерство с университетом Люксембурга последние два года по разработке алгоритмов для измерения человеческого тела на основании 3D-моделей. И по Новый год они получили первые серьезные результаты, и мы решили впилить эту фичу в флоу, который у нас есть по обработке и получению результатов. Примерно такой конечный результат, к которому мы пришли. У нас есть письмо, которое мы отправляем клиентам, где мы превьюшечка и куча всяких разных измерений. Измерения не мои, талия у меня не 80. Дыгаемся дальше. Пока никто не видел. Так. Немного про особенности задачи. Было понятно, что, собственно, ничего не понятно. Понятно, что времени нет. Понятно, что у меня есть порядка... Понятно, что алгоритмы еще не готовы. Это только первые хорошие результаты, полученные на ограниченной выборке моделей, на которых, собственно, производилось обучение системы. У меня две недели до дедлайна. Что такое две недели до дедлайна и почему так вышло? Это было под Новый год. И мы готовились к выставке, к самому крупному ивенту в 3-д мире. Называется CS. Она проходит в Лас-Вегасе и она проходит в начале января обычно. Шестого, пятого, девятого. Даты иногда меняются. И мы решили, что мы покажем эту вещь на этой выставке. Времени было мало. И, да, очевидно, что нам понадобится тестировать, тестировать и еще раз тестировать решение, которое получилось. Также непонятно была точка интеграции, потому что я услышала, что есть какие-то алгоритмы, которые как-то умеют получать результаты. Понятно, что результаты их, какой-то массивчик с измерениями, с этим просто. А что для этого нужно, я не знала. Также непонятно было, какой технологический стэк нужен, что подается на вход и как, собственно, с этим работать. И что делать? В этой стадии алгоритмов. Это значит, что нам придется деплоиться, деплоиться, деплоиться и еще раз деплоиться на каждый фикс, который будет внесен в фичу разработчиками. Что это значит? Это значит, что деплои должен быть очень простой, как палок. У нас не было времени работать со сложными и граничными случаями. Все должно быть очень просто. Две недели до дедлайна. Означает, что должна быть очень простая настройка, потому что сложной системой строить времени нет, а может быть и не надо. Quality Assurance. Тестирование означает фикс и означает еще раз деплои. Итак, было принято простое решение, используя блогера. Ставс только одна проблема, что делать с поддержкой GPU. Финальная схема получилась примерно такая. У меня есть пассивный сервис, потому что у нас вообще в принципе в контексте этого проекта микросервисная архитектура, и он состоит из порядка пяти сервисов, связанных между собой, выполняющих каждый свой кусочек процессинга. Итак, у меня получился пассивный сервис, у которого есть API. API — защищенный HMAC. API получает модельку и информацию о том, что надо бы посчитать измерения человеческого тела. Он возвращает, к API можно обратиться и узнать, какой статус у процессинга, потому что это очевидно асинхронно, ибо много мегабайт и процессинг совершен. Он выполняется не в реалтайме, естественно. И также нужен запрос на получение результатов, когда мы спрашиваем сервисдание, пожалуйста, результаты, если ты готов. И очевидно, что тут нужны были фоновые воркеры, которые, собственно, и будут выполнять в самом процессе. Кто знает, что такое HMAC и использует у себя на сервисах? Так, окей, тоже неплохо. Хорошо, значит, про HMAC не будем на него сильно отвлекаться. Это код, который подмешивается в хедеры запроса, который позволяет, во-первых, аутентифицировать сервис, который отправляет этот запрос, и, во-вторых, он гарантирует, что контент в этом запросе был получен полностью. Тоже неплохо. Итак, какая основная проблема, когда мы работаем с сервисами? Предположим, что у нас есть внешний сервис, который отправляет запрос на наш сервис BodyVision. Внешний сервис говорит, посчитай, потом ходит и спрашивает статус, и в конце говорит, отдай мне результаты. На данной схеме сервис пассивный. Давайте сравним его с активной реализацией. У нас есть внешний сервис, который говорит, посчитай, и есть сервис BodyMeasurement, который возвращает результаты. Он возвращает сам, он не ждет, когда кто-то придет и спросит BodyMeasurement, отдай мне результаты, как у тебя дела. Казалось бы, активная схема Active-Active, она должна быть быстрее, она естественно быстрее, но с точки зрения development она дороже. Сейчас объясню почему. Предположим, что у нас произошла ошибка сетевого соединения, сервис умер, сервис жив, но недоступен, или еще какая-нибудь беда, которая частенько случается, когда у нас идет речь о микросервисной архитектуре. Так вот, кто несет ответственность? В схеме с пассивным сервисом только активный сервис должен отвечать за то, что он пойдет, сбросит еще раз, переотправит запрос, либо любая другая бизнес-фодика, которую вы туда заложите. В случае с активной схемой у нас ответственность уже лежит на внешнем сервисе, но при этом также мы, как только мы решили, что BodyMeasurement будет сам возвращать результат, мы возложили ответственность за повторы на него в том числе. Если мы используем пассивную схему, то мы имеем только один сервис, который ответственен за отказ на устойчивость, именно он, в нем мы реализуем бизнес-логику по повторам, либо какую-то другую альтернативную, какая вам нравится. Мы снижаем риск решения проблемы в комплексных даунтаймах, когда сначала лег первый сервис, потом мы окей начали повторять запросы, он поднялся и начал активно отвечать и положил второй за собой. Вот такое тоже бывает, поэтому лучше, если ответственность за отказ на устойчивость лежит на одном из сервисов. И это банально дешевле разрабатывать и поддерживать, так как сервис у нас один, который отвечает за отказ на устойчивость, и именно в нем мы вносим все изменения, которые дают возможность второму сервису лечь ненадолго и восстановиться после этого. Итак, возвращаемся к нашей структуре. У нас есть пассивный сервис, на нем есть API, защищенная HMAC, и на нем есть фоновый процессинг. Немного поэкспериментировав с фоновым процессингом, на примерно релевантном продакшену железе, который мы планируем использовать, мы поняли, что процессинг одной модели занимает порядка трех минут. На машинке выжирается почти полностью CPU, и нужно как минимум одно ядро GPU, чтобы процессинг пришел корректно. Очевидно, что это должна быть масштабируемая система, впрочем, как и остальные наши решения. Итак, что получилось? У нас есть фронт-машинка, которая отвечает за работу API. На ней есть API-шинг-контейнер, который получает запрос, кладет данные в базу, складывает задачу в очередь, отправляет какую-то метрику о том, что очередь есть, и вот мы сейчас будем процесситься. Отправляет на метрику, смотрит автоскейлинг, автоскейлинг, реагирует и поднимает worker instance уже с GPU на уровне hardware, и два контейнера. Один контейнер с простыми и понятными задачами – подготовить инфраструктуру для поддержки самого процессинга. Он ходит в очередь, он забирает оттуда задачу, он скачивает исходники, он их обрабатывает, и как только он решил, что у нас есть все необходимые данные для процессинга, он отправляет запрос на процессинг, и процессинг как-то работает. А worker полностью контролирует работу процессинг контейнера. Как это выглядит с точки зрения кода? Мы говорим, что мы же начинаем свою работу, наскачиваем исходники, готовим их, запускаем процессинг, затем работаем с результатом, может быть, что-то чистим, и выполняем финиш. В финише мы смотрим, есть ли результаты, так как мы четко разделили зону ответственности между worker контейнером и процессинг контейнером, и слабо контролируем кодовую базу процессинг контейнера. Это значит, что мы должны закладываться на то, что там может быть ошибка, он может сказать, что все окей, но результаты не прислать, в общем, там может быть все что угодно. Поэтому мы контролируем выполнение результатов. И, собственно, сам процесс-метод, что он делает? Мы говорим, мы обернули метод процесс тайм-аут, выполнение сервиса. Зачем? Кто понимает, зачем это делается? Так. Супер. Да. Ну, Книша, ты-то понятно. Я тебе это уже рассказывала. Серьезно. Вот если серьезно, то какая-нибудь ошибка в коде, которая была допущена разработчиками, может привести к тому, что процессинг выполняется не три минуты, а, предположим, зависает и делает вид, что он работает. Это значит, что мы отчаянно поднимаем машинки. В очереди не уменьшается количество выполненных задач, потому что задачи все еще в процессинге. Мы валиваем железом и платим за него. По факту задачи не решены. Чтобы этого избежать, мы должны… Мы знаем, что это занимает около трех минут. Мы даем сверху еще, предположим, минуты три. И, в итоге, после шести минут, если ты не справился, ты будешь отстрелян. Это нормально. Мы контролируем ошибку тайм-аута отдельно. Так. Анимация. Супер. Ок. Так. Да. На данной схеме процессинг, сам процессинг, он все еще выглядит как черный ящик. Поэтому я решила использовать подход к парадигму внешнего деселя. Я подаю что-то на вход. Мне не важно, в общем-то, что там происходит внутри. И я контролирую результаты выполнения. Это… Также я решила использовать парадигму внешнего деселя. И я… Я работаю с докер-энджином, как с внешним деселем. Точнее, объект внешнего деселя — это докер-энджин, и интерфейс — это команда run. Команду run по сути я использую как любую другую утилиту командной строки. Ничего мне не мешает это сделать. И у меня есть несколько бонусов от такого использования, которые мне даны, ну, вот за просто так. Просто потому что я выполняю run как любую другую команду внешней… любую другую утилиту командной строки. Что мне это дает? Во-первых, я… у меня есть коды ошибок. С помощью кодов ошибок я понимаю, как завершился процессинг. Во-вторых, у меня есть std-rested-out. Это, по сути, чистые логи, которые мне выдает процессинг, с которыми я могу делать все, что угодно. Поэтому у меня в внешнем контейнере, там, в worker-контейнере, я полностью контролирую процессинг. Так, да. Оказалось, что схема получилась несколько сложновата. У меня, получается, есть машина, у меня есть worker-контейнер, который инициирует запуск процессинг контейнера. И вроде как звучит слишком сложно. У меня есть машина, контейнер, а внутри него еще один контейнер, и вот этому вот маленькому элементу матрешки нужно доступ к GPU хостовой машины. Я решила этого не делать. Я решила попробовать запускать оба контейнера на хостовой машине, несмотря на то, что запуск процессинг контейнера инициирует сам worker-контейнер. Сейчас покажу, как это делается. Для начала я с хостовой машины пропрасываю сокет Docker Engine в worker-контейнер. И изнутри worker-контейнера, обращаясь к Docker Engine, я по факту обращаюсь к Docker Engine хостовой машины. Таким образом я контролирую изнутри worker-контейнера Docker Engine хостовой машины. И вот. Давайте заодно посмотрим другие параметры, которые используются у моих контейнеров. Во-первых, я использую ключ RM. Однако я его использую для каждого контейнера с разными целями. Если мы посмотрим на worker-контейнер, то ему ключ RM нужен для того, чтобы… Если с контейнером что-то пошло не так, то он отстрелится, и с помощью Ansible на машинку самонакатится новый контейнер. Мне не нужно по факту отстрелянный контейнер держать на этой машине и следить за ним, контролировать фаревую систему. В общем, все это лишнее. Вот. А для процессинг-контейнера мне ключ RM нужен для того, чтобы, опять же, не хранить эти контейнеры, потому что одна моделька, один процессинг, один запуск контейнера — все. Новый процессинг — это новый контейнер. Я использую интерактивный режим для процессинг-контейнера для того, чтобы видеть логи в режиме реального времени через STD или STD-out. Я передаю часть данных, причем я их передаю в оба контейнера. Это интересно, потому что worker-контейнер запускает процессинг-контейнер. Однако worker-контейнер также готовит данные, которые нужно запустить в процессинг-контейнер. Так вот, получается, что если он у себя подготовит данные и запустит, по факту это запускается на хостовой машине, и данные ему будут не видны в процессинг-контейнеру. Поэтому данные должны быть где-то, где их сможет увидеть процессинг-контейнер, который запускается на хостовой машине, и он такой, оп, я не знаю, они про какой-то другой контейнер. Поэтому они готовятся в общей директории хостовой машины, которая шарится в оба контейнера. Так, Flow Processing-контейнер запускается worker-контейнером и полностью контролируется. Может быть отстрелян в любой момент времени. Обе машинки гоняются на хостовой машине. Мы шарим сокет с хостовой машиной в worker-контейнер, и таким образом даем возможность сборки хостейнера контролировать хостовой машины. И так. Да. И все здорово. Казалось бы, все тут не работает, но почему-то сразу не завелось. Сейчас расскажу почему. OpenJR-контекст не был найден. Да, действительно, потому что надо поставить драйвера. В моем случае это была LVIDIA. Я использую машинки с GPU на Амазоне. Оказалось... Да. Пока я искала, как решать эту проблему, я нашла потрясающий пост 2000-го года, где чувак хочет поставить Quake на свой Linux, а он почему-то не работает. И он просит совета, как бы ему решить его проблему. Ребят, проблемы с драйверами были всегда, скорее всего, будут, и нам с этим придется жить. Итак, драйвера должны быть поставлен на хостовую машину, однако это не все. Также их нужно поставить в контейнер. Более того, у драйверов должна быть одна и та же версия, иначе мы можем потерять совместимость и не досчитаться какого-то из API, предоставляемого драйверами. Да, да. Но мою проблему это не решило. Оказалось, что этого было недостаточно. OpenJR-контекст не был найден, но меня преследовала эта ошибка. На самом деле это в течение этих двух недель я вместе со своей командой бы прыгали из состояния гений до состояния неполное днище, наверное, раз в час. Ну так вот. Нужно создать девайс нода. NVIDIA X для... Ну, на самом деле это не NVIDIA X, это NVIDIA 0, NVIDIA 1, NVIDIA 2 и так далее по количеству ядер, которые вам доступны. NVIDIA сети — это утилита для управления, доступом к управлению, собственно, на своем драйвере. И NVIDIA UVM — это Unified Virtual Memory, это некое адресное пространство виртуальное, с помощью которого из CPU и из GPU можно обрешаться условно к единому чайку памяти. Как это выглядит? Мы передаем в процессинг контейнера эти девайс ноды как девайс. Вот. Но также, чтобы они были доступны внутри процессинг контейнера, их вначале надо передать как вольюм сначала в воркер контейнера, затем в процессинг контейнер. Это несложно, просто немного докерной мобили. Итак, мы создаем девайс ноды NVIDIA X по количеству ядер GPU, NVIDIA CTL и NVIDIA UVM. Мы шарим девайсы, каждый девайс, который мы создали как вольюм, сначала в один контейнер, потом во второй, чтобы к ним был доступ. Мы передаем в лог процессинг контейнер при старте их как девайсы, и все работает. Пока мы это реализовывали, мы подумали, как бы было классно скрестить Windows или OS X и подобную схему с нашим контейнером, который к тому моменту уже вроде как должен был завестись в лог. Было бы здорово, потому что у нас есть собственный отдел ресерша и ленинга, и мы бы хотели использовать, дать им возможность работать с тем же контейнером. Вот. Сколько мы не исследовали, на данный момент даже даже сама NVIDIA, у которых есть хороший проект, называется NVIDIA Docker, даже они сами не используют и не планируют пока поддерживать. Поэтому, ну, пока решили туда не соваться. Вот. Все завелось, было здорово, все работало. Мы готовы были открыть шампанское, уже практически случился Новый год. Нам хотелось отдыхать и праздновать, но нужно было проводить нагрузочное тестирование, к чему мы, собственно, и перешли. И, черт возьми, опять эта ошибка. Она опять появилась, но это просто непонятно. Оно только что работало, оно перестало работать прямо сейчас. Разница. Так. Вернемся назад. Да. Нет. Не важно. Короче, в чем была разница? Разница была в том, что, когда мы использовали нагрузочное тестирование, машинки начинали подниматься по автоскейлингу. Это была уже не одна конкретная машинка, которая была у нас в присоочнице. Их было уже много. И, следовательно, для того, чтобы разворачивать всю эту баллайку на чистой машине, мы чего-то не доделали. Так вот, девайс ноды надо бы создавать на апстарте каждый раз, если они отсутствуют на данной конкретной машине. Чего мы и делаем с помощью этого скрипта. Этого и следующего.